«Живая душа России» под таким названием в Москве в Румянцевском зале отдела рукописи Российской государственной библиотеки открылась выставка, посвященная 80-летию со дня рождения русского классика, публициста, общественного деятеля Валентина Григорьевича Распутина. Эльвира Гордеева рассмотрела представленные экспонаты и материалы из личного архива писателя. Немногим больше месяца осталось до празднования 80-летия со дня рождения Валентина Распутина. В череду мероприятий, приуроченных этой дате, одной из первых начала Российская государственная библиотека. В ее стенах открылась выставка архивных фондовых документов. В 2004 году Валентин Григорьевич принес нам первые материалы, и мы образовали его личный архивный фонд, фонд 914, который хранится у нас. К юбилею писателя многие из этих документов впервые выставлены в экспозиционных витринах читального зала отдела рукописи. Есть и новые поступления последних лет. Их приносят в дар архиву друзья, родные и близкие Валентина Григорьевича. Это очень приятно, что именно в этих залах и руками тех людей, и стараниями тех людей, которых он знал, и которым он с открытым сердцем шел, с радостью всегда, организована эта выставка. Редкие кадры из семейного альбома, переписка с писателями-современниками, рукописи, государственные награды. Отдельная витрина посвящена православной теме в жизни писателя. Исторические кадры – поездка на Афон. Фотографии для выставки предоставил писатель Владимир Крупин. На Афон не просто так попасть. И вот вы видите документ, заполненный на греческом языке. Это пропуск на Афон, который выдавался каждому паломнику. А рядышком маленький блокнотик, который тоже исписан почерком Распутина. Вот из этих заметок и записок потом получился большой очерк, который называется «На Афоне». Писатель Владимир Николаевич Крупин тоже в числе почетных гостей выставки. С Валентином Распутиным их связывала крепкая дружба. Царство Божье обогатилось. Царство земное очертело, когда он ушел от нас. Конечно, очень плохо без Валентина Григорьевича на земле. Плохо, честно говоря. Глубоко верующий писатель Валентин Григорьевич всегда был близок к православию. На выставке представлены церковные награды писателя. За создание высоконравственных произведений, за веру и верность духовным устоям общества, за меценатство и благотворительность. И, конечно, никого не оставит равнодушным, прошитая пулями книга «Уроки французского». Вывезенная из охваченного войной Грозного народным писателем Чечена-Ингушетии Саидом Чакхиевым. Выставка в Российской государственной библиотеке продлится до 27 марта. Субтитры создавал DimaTorzok